Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, хочу поблагодарить организаторов конференции за предоставленную возможность выступить с докладом. Тема моего выступления – взгляд будущей эндомикроскопии, эндоцископическое исследование слизистой оболочки бронхов. По нашему мнению, совершенствование методов визуальной диагностики с целью выявления злокачественных обухолей слизистой оболочки внутренних локализаций на ранней стадии развития напрямую связано с историей развития и создания новых технологий в области эндоскопической техники. На данном слайде представлен один из первых примитивных эндоскопов, изобретенных Филиппом Базини в 1805 году. Который использовался для осмотра таких полых органов, как уретро, прямая кишка и влагалище. В 21 веке для осмотра слизистой оболочки внутренних полых органов мы используем видеоэндоскопы со встроенной цифровой камерой высокого разрешения с возможностью увеличения и формирования видеоизображения с использованием спектрального анализа. В настоящее время в ведущих научно-исследовательских центрах мира и России ведутся экспериментальные исследования по использованию конфокальной лазерной эндомикроскопии и эндоцитоскопии для прижизненной морфологической диагностики, когда исследователь видит живые клетки еще до взятия биопсии, которая имеет название, термин сегодня в литературе «оптическая биопсия». К настоящему моменту изучены критерии диагностики нормы и патологии верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, включая панкреатодуаденальную область. Эти данные имеют прямую корреляцию с данными стандартного морфологического исследования. В нашем отделении с 2012 года ведутся клинические исследования использования конфокальной лазерной эндомикроскопии и эндоцитоскопии при диагностике раннего рака желудка. Разработаны методические аспекты проведения эндомикроскопического исследования, алгоритмы обследования и оценки тканевой архитектоники и клеточных структур. Я остановлюсь на результатах эндомикроскопии и эндоцитоскопии при раннем раке желудка. Это наиболее изученный вопрос у нас, чтобы потом перейти к эндомикроскопическому исследованию трахеобронхиального дерева. Конфокальная лазерная эндомикроскопия и эндоцитоскопия являются последним этапом исследования, которые позволяют высказаться о морфологической структуре опухоли в реальном времени. Конфокальная лазерная эндомикроскопия в настоящее время позволяет визуализировать структуры слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта с увеличением до 1000 раз после предварительного введения флюоресцина натрия, используемого как краситель. Размер сканированного участка слизистой оболочки составляет 475 микрон. Желудок имеет более сложное гистологическое строение, чем толстая кишка и пищевод. В нашем отделении разработана эндомикроскопическая классификация предопухливой и опухолевой патологии желудка на основе оценки тканевой архитектоники и клеточных структур, которая проходит клиническую апробацию. При конфокальной лазерной эндомикроскопии в норме очень хорошо видны упорядочно расположенные валики и птелиоциты и их ядра. Ядра не увеличены, правильной формы. Железные структуры на поверхности не визуализируются. При воспалении при эндомикроскопии отмечается значительное расширение на левом изображении внутри сосочковых капиллярных петель и выраженная лимфоплазмацитарной инфитрации на правом изображении. При высокодифференцированной аденокарциномии железистые структуры на отдельных участках разрушаются, сохранившиеся железы имеют выраженную неправильную форму, ядра эпителиоцитов значительно увеличены, имеют неправильную форму, ядерно-цитоплазматическое отношение также значительно увеличено. Нами проведено к настоящему моменту 398 кофокальных лазерных эндомикроскопических исследований у больных раком желудка. Общая диагностическая точность метода при использовании разработанных нами критериев выявления тяжелой дисплазии и высокодифференцированной аденокарциномы составила 98,7%. Согласно литературным данным, компанией Olympus разработано несколько моделей эндоцитоскопов, в основном это все прототипы. Первая группа относится к так называемым бейбископам, проводимым через канал материнского эндоскопа. Мы используем в своей практике модель XEC300, сфиксированным оптическим увеличением в 570 раз. Вторая группа эндоцитоскопов – это интегрированные модели, в которых эндоцитоскоп строен в обычный видеоэндоскоп. Согласно литературным данным, компанией публикации по эндоцитоскопии очень немного, однако большинство авторов сходится на том, что клетки плоского эпителия, пищеводы и толстой кишки необходимо окрашивать метиленовым синим, для желудка используется талуидиновый синий. В настоящее время в нашем отделении проходит клиническую апробацию собственная эндоцитоскопическая классификация изменений слизистой оболочки желудка как при картине предраковых состояний, так и при эпителиальных опухолях желудка на основе анализа тканевой структуры и клеточной атипии. Мы выяснили, что ядра клеток нормального желудочного эпителия без метаплазии не окрашиваются, как талуидиновым, так и метиленовым синим. Эндоцитоскоп позволяет визуализировать сосочки слизистой оболочки и детально осмотреть внутри сосочковые капиллярные петли. При эндоцитоскопии при аденоме с интроэпителиальной неплазией при эндоцитоскопии визуализируются резко гиперхромные ядра эпителицитов, увеличенные полиморфные, некоторые из них образуют скопление за счет выраженной псевдомногорядности и потери полярности. Это признаки тяжелой дисплазии эпителия, железистые структуры сохранены. При высокодифференцированной аденокартоциномы ядра эпителицитов значительно увеличены, имеют неправильную форму, ядерно-цитопазломатические отношения также значительно увеличены. При эндоцитоскопии гиперхромии часть железистых структур разрушена. К настоящему моменту точность при исследовании 193 пациентов в настоящее время определена на уровне 89,4%. При эндомикроскопии опухолей желудочного кишечного тракта, в отличие от исследования дыхательных путей, имеются сертифицированные оборудования и разработаны стандартные методики. В настоящее время имеются единичные публикации японских экспертов об исследовании возможностей эндоцитоскопии в уточняющей диагностике предопухолевой патологии раннего центрального рака лёгкого. Ограничение в использовании данного метода диагностики связано с небольшим количеством прототипов бронхоскопов для эндоцитоскопического исследования. По данным литературы, при эндоцитоскопии используются три вида красителей – метиленовый синий, талаудиновый синий и кристально-фиолетовый. В ряде исследований, по аналогии с исследованием слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, был использован 0,5% раствор метиленового синего. По мнению Шибуя с авторами, при эндоцитоскопическом исследовании диспластических изменений плоского эпителия бронхиального дерева может соответствовать наличие округлых, несколько полиморфных, гиперхромных ядер клеток. При плоскоклеточном раке, трахеи бронхов, ядерно-цитоплазматические отношения увеличиваются, ядра клеток становятся резко полиморфными, клетки располагаются скучно. Параллельно с эндоцитоскопией ведутся экспериментальные исследования оценки возможностей комфокальной лазерной эндомикроскопии в диагностике центрального рака лёгкого. В 2010 году при первых исследованиях слизистой оболочки трахеобронхиального дерева, в отличие от слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, использование флюоресцина натрия не позволило визуализировать клетки эпителия. В 2013 году были опубликованы данные о возможности использования в качестве экзогенного флюорофора акрифлавина для проведения комфокальной лазерной эндомикроскопии, что позволило визуализировать клетки эпителия. В исследование было включено 32 пациента с подозрением на центральный рак лёгкого, которым было проведено комплексное эндоскопическое исследование, включая прицельную биопсию. При сравнительном анализе гистологических препаратов и снимках комфокальной лазерной эндомикроскопии точность диагностики центрального рака лёгкого составила 91%. Однако ряд экспериментальных исследований показал блокирующее действие акрифлавина на механизмы синдеса и репарации ДНК в клетках, вследствие чего данный препарат был запрещен для применения при исследованиях инвива в Российской Федерации и ряде других стран. Альтернативный метод визуализации клеток трахеобронхиального дерева был предложен Тибервилл, это Франция, с использованием в качестве экзогенного флюорофора метиленового синего с лазерным излучением на длине волны 660 нанометров. В институте Герцена, в эндоскопическом отделении института Герцена разработка эндоскопических методов раннего выявления скрытого центрального рака лёгкого ведётся с 1984 года. За последние 30 лет было обследовано более 16 тысяч пациентов из групп высокого риска рака лёгкого, это злостные курильщики, больные хобл, больные злокачественными опухолями головы и шеи, а также больные первично-множественным раком лёгкого. Было выявлено 176 случаев раннего центрального рака лёгкого у 128 больных. Показатели чувствительной специфичности при использовании мультимодальной бронзоскопии с целью выявления скрытых очагов раннего центрального рака лёгкого превысило 90%. С 2015 года по настоящее время в нашем отделении накоплен первый клинический опыт мультимодального эндоскопического исследования, включающего комфокальную лазерную эндомикроскопию и эндоцитоскопию с целью диагностики раннего центрального рака лёгкого. На слайде представлен первый клинический случай использования комфокальной лазерной эндомикроскопии опухоли бифуркации тракеи с внутривенным введением препарата флюоресеина натрия. Удалось визуализировать клетки опухоли, однако клетки нормального эпителия оставались не видны. К настоящему моменту было обследовано 13 больных с ранним центральным раком лёгкого. Для проведения комфокальной лазерной эндомикроскопии использовалась эндомикроскопическая лазерная система «Цилвизио». В качестве экзогенных флюорофоров был применён раствор акрифлавина «Эксвива» и профлавина «Инвива». Для эндоцитоскопии слизистой оболочки «Эксвива» применялись специальные модификации прототипа эндоцитоскопа «Олимпус» и «Эксвива» и «Эксвива» диаметром 3,2 мм, обеспечивающим увеличение изображения в 570 раз. Для окраски слизистой оболочки бронхиального дерева нами был использован 0,5% раствор метиленового синего. На данном слайде представлен клинический пример мультимодальной эндоскопической диагностики раннего центрального рака лёгкого. При гнофокальной лазерной эндомикроскопии, кроме анализа тканевой архитектоники и клеточной АТПИ, о чём я говорил в начале доклада, было проведено дополнительное измерение диаметра ядр клеток нормального эпителия и опухоли. Зафиксировано увеличение ядра опухолевой клетки в среднем в полтора раза. Мы считаем, что это в дальнейшем при наборе репрезентативного количества материала. Размер ядра клеток, возможно, будет одним из основных критериев отличия нормального эпителия и различных вариантов опухоли. Спасибо. На данном слайде представлен видеофильм. При осмотре в белом свете, обратите внимание на шпору верхнезонального бронха, где отмечается едва заметная гиперемия. В других отделах мы видим нормальную слизистую, без опухолевых изменений. При осмотре в режиме аутофлоресценции зеленое характерное свечение в области нормальной слизистой свечение отмечается под слизистого слоя. Слизистая, где у нас имеется зеленое свечение, она не изменена. И вот в верхнезональной шпоре симптом темного пятна вы видели. Дополнительно в режиме NBI и ISCAN определяются патологические сосуды в зоне изменений слизистой. Перед проведением конфокальной лазерной эндомикроскопии, здесь вот в режиме ISCAN дополнительно, тоже мы отмечаем патологическую сеть в зоне раннего рака. Перед проведением конфокальной лазерной эндомикроскопии мы проводим орошение профлавином, и при конфокальной лазерной уже эндомикроскопии данного участка определяется выраженный полиморфизм ядер клеток эпителия. Все данные эндомикроскопии, конечно же, сопоставляются с данными последующего гистологического исследования, чтобы выработать критерии диагностики. Ну и в заключении спасибо за внимание. Я хотел бы сказать, что в отличие от эндомикроскопии желудочно-кишечного тракта, где уже накоплен большой мировой опыт и уже практически разработанный или в стадии окончательной разработки критерий диагностики, то в дыхательных путях пока остается много вопросов по методическим аспектам и по критериям диагностики и раннего рака, и другой опухолевой патологии. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.